Здравствуйте, глубоко уважаемые зрители нашего канала и клиента нашего интернет-магазина Хаборка.ру. Сегодня я вам расскажу о таком товаре, который есть у нас в наличии. Это значки для головных уборов с эмблемой Эдель Вейс. Этот товар произведен компанией Милтек, бренд Штурм, и поставляется вот в таких вот пластиковых пакетиках в индивидуальной упаковке. И это реплика, реплика тех самых значков Эдель Вейс, которые и по сей день носят военнослужащие горно-стрелковых войск Бундесвера. Небольшой краткий экскурс в историю, буквально пару предложений. Горно-стрелковые войска были созданы и возникли как род войск в Германии еще в 1915 году. И их отличительный символ это серая кепи. Ну а с приходом Гитлера к власти, когда вновь после разгрома в Первой мировой войне были созданы армия и горно-стрелковые подразделения. Первая горно-стрелковая дивизия получила вот такой вот отличительный значок на своей кепе. Эдель Вейс. Говорят, что значок Эдель Вейс был любимым цветком диктатора Адольфа Гитлера. Ну, на этом краткий экскурс в историю закончен, а теперь возвращаемся к нашему значку. Это значок двухсоставной. Он состоит из самого, значит, значка, самого, простите, цветка и его стебелька с лепестками, да, и отдельно таким вот жестяным из желтого металла, таким вставочкой, вот его, как бы, сердцевина. Внутри это вот так выглядит. Помимо того, что здесь, как у оригинального значка, который традиционно носится на кепе, пришитым, здесь вот есть такие вот петелечки, да, через которые продевается нитка с иголкой, и раз, два, три можно пришить, ну, помимо четыре, четыре вот здесь вот есть, четыре можно еще за сами вот эти вот лучи этого цветка пришивать. Ну, помимо этого, есть еще и два таких усика, которые можно вставить в предварительно сделанные отверстия на ткани и изнутри загнуть. Таким образом, этот значок, эта эмблема будет крепко и надежно держаться на головном уборе, даже если нитка там отсыреет и разлохматится, то значок никуда не денется. По размерам это абсолютно такой же значок, как и оригинальный. Что касается материала, из которого он изготовлен, то это не магнитный металл. Но ввиду того, что он такой достаточно тяжелый, и как мы знаем, что из силамина можно, в принципе, лить детали, но нельзя сделать их достаточно тонкими, то не могу исключать такую вероятность, что это нержавеющая сталь, потому что нержавейка бывает и что она и не магнитится. Вот. Если бы это была просто сталь жестянкой, то она бы, конечно, примагничивалась. Вот такой вот замечательный значок, отличный подарок, сувенир. Такой отсыл к истории элитных войск Германии. Ну, они воевали и в России во время Второй мировой войны. Великой Отечественной воевали на Кавказе против наших войск. И до сих пор там, в общем, находят артефакты тех сражений. Ну, в общем, вещь очень такая знаковая, культовая и имеет определенную такую ауру и шлейф легендарности. Вот. Если у вас есть оригинальная или, может быть, реплика кепи горных стрелков, то вот как раз такой значок эмблемы Дель Гейса прекрасно дополнит это кепи. В принципе, я даже знаю, что и на обычных КПМ-43 многие копатели прикрепляют вот такие вот значки, ну, может быть, отдавая дань тем грандиозным сражениям и той большой опасности, которая нависла над нашей страной в то время. Ну, может быть, как трофей или просто как красивый значок. Носят и не имеют под этим никакой политической или там исторической подоплеки. На этом все. Я желаю вам успешных поездок, счастливых находок и погружайтесь в историю вместе с интернет-магазином коборка.ру